Здарова, народ! А знаете что? Давайте просто обнимемся! Мы ведь с вами этого не разу не делали. Короче, я обниму камеру, а вы обнимите монитор или телевизор. Добро пожаловать в Плюс 100500! Тут всегда тепло, уютно, хорошо, светло, весело. Погнали! Я за свою жизнь не так часто бывал на свадьбах, но знаете что? По-моему, вот эта хрень, которая сейчас произойдет на видео, не очень нормальная. Прямиком с небес нахуй! А, так вот что случилось с тем чуваком, который в ад провалился. Он попал не в преисподнюю, а на свадьбу своей бывшей. Хотя, в принципе, это одно и то же. А может, это вообще два праздника в одном? Ну, типа, они решили сыграть свадьбу в Рождество, а упавший чувак это Санта-Клаус. Хоу-хоу-хоу! С Рождеством, ребятки! Совет да любовь! Опять же, повторюсь, я не так часто бываю на свадьбах, но... Не много ли хлеба у молодых в подмышках? Вы посмотрите, у него две буханки, и у нее тоже две. Или, типа, мать жениха пиздец, какая вредная, заставила сына идти за хлебом. Ну, мам, у меня ведь свадьба через два часа, зачем тебе столько хлеба? И тем более, там у него куча будет. Ничего я не знаю, сейчас же отправляйся в магазин, и Наташку с собой возьми, пускай помогает. А потом она за ними вслед и батю отправила. А меня, мать за молоком послала! Ну, в общем, реально, как-то слишком много хлеба у молодых. Мы должны восстановить равновесие и забрать у них лишние буханки. Но это безумие. Безумие? Это... СВАДЬБА! Ну, а вообще, по смыслу это видео, мне одну песню напоминает. Там мужицкий дождь, Аллилуйя, дождь из мужиков. Эх, деревня. Природа, свежий воздух. Делать нехуй, а в сарай стоит дядина Ява. А почему бы не прокатиться? Яву-Яву взял я на халяву. Тун-ту-дэн-дэн. Тун-ту-дэн-дэн. Видимо, не просто так она в дядином сарае уже третий год стоит. Как же меня радуют такие видео. Даже если это их мотоцикл, от родаков им потом все равно влетит. Бля, мне кажется, в любом возрасте людям очень страшно, что им родители пропиздон вставят. Даже если ты уже взрослый, на свои деньги купил свою собственную машину и попал в аварию, родителям об этом говорить как-то не очень хочется вообще. Охренеть, чувак, машина в дребезге. Как ты вообще жив остался? Сейчас я вызову скорую, а потом позвоню твоей жене и родителям. Нет, только не родителям. Не надо им звонить, пожалуйста. Меня еще дико проперло, когда от мотоцикла сиденья отвалилось. Ну, зато теперь можно будет мягко посидеть на земле и попа не замерзнет. А если остановить видео в этом моменте, то можно подумать, что они едут на американском чопере. А вообще, это русская версия бэтбайка. Ну, это всего лишь тестовый образец. В итоге, все гораздо хуже будет. Но вы же знаете, как это происходит с русскими автомобилями. Нам показывают охуенный концепт, а потом БАМ! Лада Калина. Короче, надеюсь, у пацанов получится нормальный бэтбайк, и они не опизделятся от родителей. Я в прошлый раз затрагивал тему спорта, что самое главное, не сильно расстраиваться, если что-то не получается. И не переусердствовать, а то можно сорваться. И, к сожалению, чувак из следующего видео сорвался. Ау! Надеюсь, с ним все в порядке. Ну, там вроде зима, снежок, он ведь мягкий. Ну, я думаю, нормально все с ним. Но вглядитесь в это падение, это же просто пиздец! Зато какую смешную форму вот в этом моменте его ноги приняли. Прям идеально прямые углы какие-то. Он, наверное, всю жизнь к этому падению готовился и думал. А если упаду, за то, как красиво будет. Я просто обожаю смотреть это видео задом наперед. Такое ощущение, что из снега создается какой-то супергерой, и с помощью крутого трюка он превращает два этих бесполезных столба в турник. Так вот, кто такой турник Мэн! Это не тот парень, который занимается, это тот парень, который создает. И после того, как он поставил турники во всех дворах и деревнях России, он отправляется в наши бескрайние леса. Чтоб животные тоже спортом занимались. А за ним вслед и в Русье Мэн отправятся. Еще, я, кстати, думаю, у этого чувака неплохо бы получилось брейк-данс танцевать. Ну, а вообще у парня работа такая. Алло, Перзяков, требуется срочный демонтаж турника в деревне Перепичкино. Вызов принял. Выдвигаюсь. Сегодня я решил устроить вам сюрприз, и я, наконец, заткнусь и дам слово одному очень крутому чуваку. Итак, встречайте, Человека-пароход и вездеход Денис Косяков! Иди сюда. Да, да, спасибо. Спасибо за похвалу. Теперь давай, я тебя буду хвалить. Ты иди на свой любимый велюровый диван. Для начала, собственно, объясню, что я здесь забыл. Дело в том, что Максим снялся в сериале «Зайцев плюс один», который выходит 13 января. И просто мы поняли, что Галустян, Рева, Жерар Депардье... Всего этого недостаточно. Мы не знали, что делать, и вдруг Максим соглашается сняться в нашем сериале. Мы поняли, что спасены, и сейчас в благодарность я пришел сюда с подарком. Я знал, что Макс очень любит видео про алкашей. И специально для него я нашел видео, которое его очень порадует. Алкаш, конечно, не из России, но не менее угарный. Да, ребят, это алкоголик с коляской. Это какой-то персонаж из мультика «Саус Парк». Знаете, поначалу я даже немного испугался, подумал, что в коляске лежит ребенок. Но когда я увидел вот этот зеленый ящик, я испугался еще больше. Ведь там могли быть драгоценные бутылки. Они же могли разбиться. Но, слава богу, все обошлось, и наш герой начинает борьбу с гравитацией. Как известно, один стакан водки усиливает силу притяжения в полтора раза. И судя по тому, как трудно ему поднять коляску, выпил он немало. Да и вообще, что мы до него докопались? Не пьяный он. Просто он очень ловкий. У него упали очки в ящик, и он решил надеть их без рук. Мне очень нравится его последняя попытка схватить коляску и удержаться на ногах. Блин, какая грустная концовка. Прям как фильм с плохим хэппи-эндом. Ну, если такие есть. Вы посмотрите, с какой безысходностью он отпустил коляску. Это так же грустно, как концовка Терминатора 2. Только он там делал вот так, а этот делает вот так. Знаете, что самое обидное в этом видео? Яйца разбились! Берегите яйца! И с 13 января смотрите на ТНТ Зайцев плюс один вот с этим человеком. Опти! Мне надо было сказать с этим дураком. Каждый четверг на сайте Карамбо выходят эксклюзивные эпизоды плюс 100 500. Заходите на сайт Карамбо и смотрите эксклюзивные эпизоды плюс 100 500. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, а не то на вас упадет мужик. Два! Три! И у них будут большие ирригированные члены, и члены будут больше, чем вы, и на вас и упадут эти мужики, если вы не поставите палец вверх и не подписываетесь на новые видео. Я подписался, поставил палец вверх на всех случаях. Видите, на меня никто не упал это был плюс 100 500 меня зовут максим пока